приветствую друзья меня зовут кирилл и сегодня расскажу про свой новый лего техник самоделку это беспилотный самосвал который является увеличенной копией вот этой вот небольшой модели про которую я рассказывал прошлым летом как всегда ссылочка будет в описании естественно по сравнению с маленькой моделью этот самосвал у меня на дистанционном управлении здесь стоят три бувиза вообще с точки зрения количества каналов управления достаточно было и двух бувизов но у меня довольно плотная получилась вот эта центральная часть поворотным столом и я понял что не хочу там пытаться протягивать через этот поворотный стол еще какие-то провода до от моторов которые стоят в верхней части модели поэтому я просто поставил еще один бувиз у меня был свободный и благодаря этому у меня ничем не ограничен ничем не ограничено вращение как раз таки башни до верхней части но сейчас мы увидим о чем речь кто не видел мою модельку маленькую тут может быть еще пока не понял в чем фишка этой модели у модели полный привод независимая подвеска на всех колесах про нее чуть позже скажу тут не все так просто там по моему 6 или моторов да я поставил по паре моторов на крайние 8 еще 2 или мотора вращают вот эти две оси рулевое управление на все колеса центральные оси на меньший угол поворачивает внешне на больший но и на самом деле модель получилась довольно маневренная тут на столе и особо не будут демонстрировать а с него она довольно неплохо ездила правда в итоге спула одна необычная ну точнее неожиданная для меня проблема я щас про нее естественно тоже расскажу но сначала давайте просто посмотрим на функции еще одна функция как раз таки поворот надстройки этот самосвал может разгружать материал в любом направлении кузов смонтирован на поворотном столе разгрузка кузова сделан у меня похожим образом как было в самосвале rex в два этапа предварительно сначала актуаторы немного приподнимают кузов и затем я здесь тросом вытягиваю вот эту штангу и она выталкивает кузов наверх вот таким вот образом какие здесь у меня были вообще трудности да во первых вот это вот рама до очень длинная и чтобы она была достаточно прочной я тут попытался сделать такую до трехслойную раму там большое количество в конструкции использованных таких вот деталей которые называют вешалками ну и естественно то всякие тэшки уголки все это дело скрепляют в принципе получилось ну довольно прочно на мой взгляд поворотный стол точно такой же как в автокране 42 0 82 такие же там 8 роликов промежуточных ну и кстати поворотный стол до работает отлично никаких нареканий к этому узлу у меня не возникло сейчас давайте еще я покажу дополнительную фишку более общие планы будут со съемок на улице съемки получились только с пустым кузовом нормальные я после оттепили снимал модель снег стал очень липкий тяжелый и разгрузка кузова полного этого тяжелого снега она не удалась даже когда рукой помогал попытался помочь ему поднять кузов наверх весь снег остался лежать внутри он просто сразу мгновенно прилип к кузову и в общем да такой реальный тест-драйв не получился как бы лучше сделать вот так наверное да здесь у меня такие тросики и они обеспечивают автоматическую разгрузку как бы автоматический подъем заднего борта процессе разгрузки вот тросики вытягиваются и начинают поднимать задний борт ну так же как в реальных машинах тут как бы я ничего нового не изобрел такая же система у меня была и в маленьком самосвале вот так вот это дело все выглядит сначала я пытался из каких-то коннекторов детали сделать эти тяги в итоге вот лучше всего получилось тросиками ну и в общем то работает безотказно при этом конструкция да очень легкая и эта идея прям мне понравилась ну и соответственно ее реализация большое понижение не удалось в поворотный стол встроить поэтому приходится очень аккуратно этим джойстиком работать а то он будет слишком быстро вращаться ну там на самом деле да с местом не очень потому что нужно было все таки постараться укрепить центральную часть да этот поворотный стол модель большая когда модель большая там большие нагрузки и не всегда удается все как-то удачно сделать ну да по части разгрузки система хорошо работает с пустым курсом с каким-то легким грузом будет хорошо работать но с тяжелым снегом это уже к сожалению не сработало также у меня возникла проблема в ходовой части давайте я возьму более крупным ракурсом давайте посмотрим на трансмиссию модели уберу одно колесо здесь у нас стоят портальные редукторы с понижением один к трем тяга рулевого управления вот так вот отрабатывает независимая подвеска и у нас такая конструкция установлена вот эта часть вставляется в дифференциал дальше идет шрус кардан и вот кардан входит в портал да и вот эта конструкция видимо естественно я здесь поставил еще шайбы да то есть вот такого люфта у меня не было но видимо из-за двух вот этих вот изгибов и какого-то люфта в кардане в процессе тест-драйва у меня возникла такая ситуация что в одном из средних мостов у меня вот эта вот деталь вышла из этой вот солнечной шестерни дифференциала то есть люфта хватило чтобы она выскочила этой шестеренки я потерял по сути да привод на одну из осей и дальше модель стала постоянно диагонально вывешиваться ну из-за чего из за того что колеса имеет маленькое сцепление со снегом да и плюс получилась жесткая очень подвеска здесь два жестких амортизатора стоят двойные если ставить двойные мягкие получается очень мягко модель сразу проседает вот реально на пустой модели да вот эти вот двойные жесткие амортизаторы но не практически не работают получается слишком большое усилие нужно для сжатия и может быть нужно было поставить один мягкий один жесткий но я не стал этого делать потому что я подумал что если будут разные амортизаторы стоять то подвеску будет перекашивать и будет хуже работать ну честно говоря я не пробовал может быть стоило попробовать и если кто-то пробовал стать дал так несимметричный амортизатор жесткий с мягким ну не обязательно до длинные может быть короткие это серый с желтым серый с красным напишите поделитесь опытом нормально ли работает или действительно есть какие-то перекосы и проблемы ну в общем да у меня вот получилось что проблема люфта в трансмиссии совместно жесткой подвеской привели к тому что модель ездил очень плохо я потестировал на пустом шоссе ну по ровному он ездит нормально мощность есть но если начинаются неровности то вот да на такой не очень тяжелой модели жесткой подвеской даже полный привод 8 на 8 не очень-то спасал ну небольшой тест драйв все-таки удалось снять поэтому я его вставлю в конце видео и на сегодня у меня все спасибо за внимание пока и и и и и и и и ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА